Всем привет! Меня зовут Настя, и так оказалось, что я живу на побережье Коста-Бланка, и мне тут ничего не известно. Кухня, школа, спортразвлечения – все это мне придется разузнать вместе с вами. Подписывайтесь и следите за мной на канале Алегрия. В Испании я не так давно, и каждый день для меня как новое открытие. Одним из них оказалось разнообразие продуктов. Морепродукты, рыба, овощи, фрукты и многое другое все в наилучшем качестве. Поскольку я стараюсь вести здоровый образ жизни, у меня появилось немало вопросов о том, как правильно питаться тут, в солнечной Испании. Поэтому сегодня мне предстоит встретиться с экспертом, который поможет мне во всем разобраться. Продукты успевает дозреватель на самой порядке. Многие родители переживают за питание, где лично ты покупаешь хорошие продукты. Именно на таком рынке мы с вами побываем. И что должно быть в холодильнике у каждого? Приезду в Испанию направили лишний вес. Нужно научиться считать коллой. На эмоциональном уровне я все-таки настоятельно рекомендую, но не загоняться. Вот я вегетарианка. Боже мой, мне уже много чего-то. Тогда я повторюсь вопросом. Почему ты решила выбрать этот путь? Кстати, в испанских марках очень большой выбор. Это для того, чтобы вы и ваш ребенок вели полноценный здоровый образ жизни и правильно питались. Если не секрет, как давно вы в Испании и почему вы приехали меня сюда? В Испании мы уже 4 года. Мы с мужем переехали сюда с целью продолжения рода, можно так сказать. Потому что здесь очень много солнца. Здесь элементарно продукты успевают дозревать на самой грядке и доезжать до магазинов. Не так, как у нас в Казахстане привозят все зеленое. Дозревает это все, собственно, на прилавках. И потом мы это еще готовим и полезности полностью ноль. Ну и, собственно, здесь морской воздух. Потому что я склонна к аллергиям. И для меня, и для моих детей. Потому что всем известно, что сейчас в 21 веке это большая проблема. Она растет именно атопии, аллергии. И переехав сюда, мне стало легче. И это все передается по наследству. И если наши дети уже будут изначально расти в таком климате, с такими продуктами питания, то многое можно избежать. Хорошо. Вот многие родители переживают за питание. Их дети. То, как они будут себя чувствовать при переезде. Вот смена климата сильно повлияет на молодой организм? На молодой организм очень сложно повлиять. Потому что есть адаптативные функции. Я люблю всегда приводить пример машины. Вот представьте, вот вы взяли машину 22 года и машину 2010 года. И выполняете какие-то трюки. Какая первая развалится? Вот то же самое и с молодым организмом. Молодому организму всегда проще переезжать куда-либо. Но если мы задаемся вопросом на перспективу, то лучше сюда, где солнце, морской воздух и полезная еда. Я очень часто слышу, что у многих подростков РПП. Ну, не усугубится ли ситуация в Испании? Переезд никак не влияет на РПП. Это все-таки нужно разбираться психологом. Но, что я хочу отметить. Когда ты живешь в стране, где ярко, вкусно, весело, многие депрессивные состояния уходят на второй план. Где лично ты покупаешь хорошие продукты? Где покупать хорошие продукты? Это замечательный вопрос, потому что, элементарно, если взять животных. Заметьте, в Украине, в России, в Казахстане есть зима. И это значит, что животные питаются тем, что осталось лето. А здесь круглый год у них есть возможность и доступ именно к траве и к витаминам. Поэтому, где лучше закупаться, здесь лучше решать вам из финансовых рассуждений. Как я закупаюсь? Я, конечно, очень хотела бы закупаться на рынках, но, к сожалению, мой рабочий график это не позволяет. И я успеваю только в лавках, либо в супермаркетах. Хорошо, а в таком случае на какие продукты питания стоит обратить внимание в первую очередь? И что должно быть в холодильнике у каждого? Здесь все элементарно просто. Самая лучшая диета, которую вы можете выбрать для себя, если вы выбрали здоровый образ жизни, это средиземноморская диета. Что сюда входит? Это легкий белок, например, креветки, рыба, что здесь в хорошей доступности. Далее, это обязательно должны быть зеленые овощи, яркие овощи, фрукты и обязательно зелень. Много зелени. Что, собственно, здесь? Это очень вкусно. Элементарно здесь я начала есть руколу. Я никогда не думала, что я буду есть руколу. Когда я как-то приехала в Казахстан и попробовала эту руколу в Казахстане, это было невкусно. Поэтому, что должно быть в холодильнике? Это много зелени, много овощей и легкоусвояемый белок. В Испании популярны небольшие фермерские рынки. И они в каждом городе открываются в разное время. Иногда их можно увидеть прямо посреди центра города, где специально перекрываются улицы для торговцев. И именно на таком рынке мы сейчас с вами и побываем. Редактор субтитров А.Семкин У меня для тебя подарок. О, спасибо. У меня много знакомых по приезду в Испанию набрали лишний вес. Как без вреда для организма тяжелых физических нагрузок похудеть подростку? И вообще нужно ли считать калории? Нужно ли считать калории? Мое личное мнение на первоначальном этапе нужно считать калории. Для чего? Для того, чтобы просто визуально хотя бы поднимать, сколько это 1500-1600 калорий. Но не загоняться, а просто научиться и понять, что, сколько и где. Поэтому у многих худеющих не получается дойти до результата. Поэтому на первом начале нужно научиться считать калории. Хотя бы первый месяц, первые два. Поэтому вы сами будете понимать, сколько это там 80 грамм белка в день, сколько это там, к примеру, 150 грамм углеводов и сахаров. И очень классно, когда ты считаешь калории, ты начинаешь понимать, где эти скрыты сахара. Потому что, когда диетологи, когда врачи говорят, следите за сахарами, многие люди, они не знают. Но я не кладу, вот многие ответы моих пациентов. Я не кладу сахар в чай, я не ем сахар. А когда просто начинаем подсчитывать калории и смотреть сводки, а сахаров-то много, вот там уже человек сам начинает, скажем так, есть новое слово, у него появляется инсайт. Ага, я ем действительно много сахара. И вот. И следующий этап после подсчета калорий, это нужно взращивать полезные микробиоты. Каким образом? Это зеленые продукты, это зелень, это нерастворимая клетчатка. И ее должно быть достаточно много в нашем организме. Конечно же, если нет проблем серьезных с кишечником, там есть, например, какие-то аутоиммунные заболевания. Но в любом случае, я все-таки настоятельно рекомендую это взять в консультацию у врача, у диетолога, чтобы выявить, есть ли какие-то хронические заболевания, особенно на каком уровне сейчас находится твой кишечник. В каком состоянии находится твой кишечник. Ну, в общем, самолечением не заниматься. Самолечением нет. Но в первую очередь ты можешь что сделать? Научиться хотя бы считать калории. Окей, в таком случае у меня к вам теперь личный вопрос. Вот я вегетарианка, и как мне построить свой рацион так, чтобы избежать дефицита белков и витаминов? Тогда у меня к тебе встречный вопрос. Почему ты выбрала этот путь? Боже мой, мне зверушек жалко, честное слово. Хорошо. Тогда у меня следующий к тебе вопрос. А ты готова, что через 10 лет у тебя будут? Нет. Тогда я повторю свой вопрос. Почему ты решила выбрать этот путь? Ну, а если мне невкусно? Это уже другой вопрос. Если тебе невкусно, ты должна понимать, что ты не доедаешь нужное количество аминокислот. Ты не доедаешь нужное количество жирных кислот полезных. Поэтому ты должна все это возмещать. Каким образом? Тогда я тебе рекомендую приобрести веганские протеины и веганские жирные кислоты. Кстати, в испанских маках очень большой выбор. Окей, спасибо вам огромное. Была рада знакомству. Столько информации, надо будет все переварить. Если у кого-то остались вопросы, пишите в комментарии. Настя вам с радостью на все ответит. В этом видео вы увидели и убедились в том, что в Испании все для того, чтобы вы и ваш ребенок вели полноценный и здоровый образ жизни и правильно питались. На этом мы заканчиваем. Спасибо за ваше внимание. До встречи на канале Алегрия. Субтитры сделал DimaTorzok